Всем привет! Сегодня я расскажу вам об ошибках в ретуши фотографий. Обычно ряд ошибок допускаются уже на начальном этапе ретуши при использовании таких инструментов, как лечащая кисть, заплатка и штамм. Одна из основных ошибок, которые вы можете допустить, это дублирование текстуры. Давайте покажу вам на примере работы с заплаткой. Убираем заплатку и, допустим, мы хотим удалить вот эту носогубную складку. Выделяем ее и перемещаем на чистый участок текстуры. Складка убралась, все отлично, но если мы посмотрим повнимательнее, то заметим, что текстура полностью дублировалась и на самом деле это выглядит довольно заметно. Также эта ошибка возникает при использовании лечащей кисти и штампа. Давайте покажу вам на примере лечащей кисти. Эта ошибка появляется тогда, когда вы не выбираете каждый раз новый участок для сэмпла, а используете один и тот же. Допустим, выбираем наиболее удачный участок сэмпла и пролечиваем им все дефекты на коже. В итоге выходит, что оригинальной текстуры остается все меньше и мы пролечиваем ее одним и тем же участком, что выглядит очень заметно. Поэтому тщательно выбирайте образец для замены текстуры. Следующая ошибка, о которой я хочу рассказать, это ошибка, при которой не учитывают, что текстура на всех участках лица разная и пытаются пересадить текстуру, допустим, со лба на щеку. Давайте покажу вам на примере заплатки. Итак, выбираем дефект на носу и заменяем его наиболее однородной текстурой носа и щеки. Как вы можете заметить, текстура со щеки совершенно не вписывается в текстуру носа и выглядит это ну очень заметно. Поэтому, когда вы работаете на определенном участке лица, старайтесь брать сэмплы с этого же участка, а не с соседнего. И последняя на сегодня ошибка – это банальная лень при работе с инструментами лечащая кисть и штамп. Давайте покажу вам на примере лечащей кисти. Вместо того, чтобы выбирать диаметр кисти поменьше и работать с каждым дефектом точечно, некоторые наоборот выбирают большой диаметр кисти и стараются за один раз прилечить довольно большие участки текстуры. Это выглядит очень плохо, чревато замыленными пятнами и дублированием текстуры. Поэтому не ленитесь и работайте кропотливо. Я надеюсь, мне удалось обратить внимание на эти ошибки. Делитесь своим опытом в комментариях и расскажите, какие ошибки вы допускали при обучении ретуши. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. До следующих видео про ошибки в ретуши. Всем пока! Я могу сидеть вот так, да? Да, сделай так еще раз. Это поза дельнобойщика. Почему поза дельнобойщика? Это поза того чувака в шляпе, который типа такой с хихидной рожей. Ну-ка, расскажи мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!